О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте и сегодня в выпуске. И почему в департаменте образования не видят нарушений? Трудности заселения, как немецкий парламент готовится к первому заседанию и почему место в зале стало поводом для ссор? Сместить? Мэй, кто и почему подстрекает отстранить от должности британского премьера и что говорит Брюссель? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом сообщил глава СБУ. По словам Василия Грицака, в этой компании около 5000 человек. Среди них и 40 украинцев, остальные граждане России. Они воюют на Донбассе и в Сирии, а также участвовали в оккупации Крыма. Тренировочная база компании Вагнера расположена в Краснодарском крае России. Следователи СБУ уже подготовили подозрение ее руководителю, подполковнику запаса Дмитрию Уткину с позывным Вагнер. На следующую неделю уведомления передадут в Генпрокуратуру. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СБУ володяю достатньо великим объемом информации про злочини членов ЧВК Вагнер. И мы их документуем. Мы имеем данные про не просто там прозвища, имя по-батьку. Мы имеем позывные, мы имеем номери паспортей, мы имеем особистые номери, мы имеем данные про места проживания. И деятельности каждого из них будет надаваться правовая оценка в рамках криминальных проведений. А в зоне АТО за минувшие сутки уменьшилось количество обстрелов. Впрочем, армейские позиции под Крымским и Золотым в Луганской области и укрепления под Авдеевкой и Широкино в Донецкой по-прежнему находились под огнем противника. Активизировались боевики и в районе Красногоровки продолжит Руслан Смещук. Позиции в районе фронтовой Красногоровки. Напротив оккупированная Старомихайловка, что под Донецком. Последние несколько дней здесь наблюдается активность пехоты боевиков. В долгие перестрелки противник не ввязывается, предпочитая короткие огневые контакты. Небольшое передвижение в наши стороны. По даче будете идти там, на дачу. Туда частенько заходят они, пытаются кидать. Ну и с правой стороны тоже с посадочки снайперы работают. Переходим, а вернее перебегаем под прикрытием пехотинцев к другой позиции. Сюда очень близко периодически подходит противник. Во время одной из таких атак здесь ранили украинского солдата. Началось сейчас мелочи. Снайпер, автоматчики, отвлекающий маневр. Один на себя, други на себя отвлекают. Проверяют, что мы можем. Ну так у нас в Минской договоренности мы молчим. Ну когда уже началось крупное, там грантометы, АГС, ДШК. Нам уже было немного то, мы попросили приказа, ответить с ним. Сказали, нет, ждите. Ну когда уже ранило нашего бойца, то случилось вот здесь. Нам уже дали на уровень. Плотным огнем противника подавили, поэтому пока относительно тихо. И сейчас военные готовятся к зимовке. Когда пришли сюда, здесь все было просто сырая земля, вот как в прихожей. Там сырая земля, вырытая под БК. Боевой комплект здесь, ну перед идущих было, наверное. Ну вот обшили деревом, чтобы сухо было, чтобы плесени не было вот этой, вредной для здоровья. Обшили деревом. Делали уютный вот уголок, отражатель, буржуечку. Ну а в самой Красногоровке готовятся ко Дню защитника Украины. Хотя будет он только через неделю, военных уже начинают поздравлять. Сегодня приехали волонтеры и детский творческий коллектив из Бугаевки Харьковской области. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Руслан Ревюк. Подробности телеканал Интер. Президент подписал закон об особом статусе Донбасса. При службе главы государства отмечают, что этот документ создает необходимые условия для миротворческой операции ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Напомню, этот президентский закон вчера поддержал украинский парламент, прокомментировал принятие документа. И спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, расценив его как жесткий шаг для достижения мира. А сегодня спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер встретился в Белграде с помощником российского президента Владиславом Сурковым. Обсуждали перемирие на востоке Украины. Об этом сообщил глава сербского МИДа. Но деталей встречу не раскрыл. Переговоры проходили за закрытыми дверями. Ранее Волкер заявлял, что планирует обсудить с Сурковым вопрос введения миротворцев на Донбасс. В Москве согласились обсудить судьбу украинских пограничников, задержанных в Сумской области 3 октября. Об этом сообщил помощник главы госпогранслужбы Олег Слободян. По его словам, встреча должна состояться уже в понедельник. И, возможно, удастся разобраться в деталях происшествия. Напомню, двое пограничников исчезли во время патрулирования на украинско-российской границе. Позже в России подтвердили задержание наших военных, пока к ним не пускают даже украинского консула. 5 миллионов гривен залога или два месяца содержания под стражей за нарушение хозяйственного кодекса. Таково решение Харьковского райсуда в отношении Вадима Мохова. Он директор Укргазвудопыток, менеджер компании, близкой к нардепу от оппозиционного блока Вадиму Новинскому. Подозревают, что Мохов якобы не выполнил приказ госслужбы геологии о приостановлении спецразрешения на пользование недрами. Страна обвинения уверяет, Мохов, дескать, пытался скрыться от следствия, поэтому потребовали в суде залог в 32 миллиона гривен. Такую астрономическую сумму суд, разумеется, отклонил. Адвокаты и подозреваемые уверены, действия правоохранителей не имеют правовой подоплеки. Их цель – давление на бизнес Вадима Новинского, поскольку предприятие Укргазвудопыток входит в состав финансово-промышленной группы «Смартхолдинг», основателем которой является сам нардеп. Судьи отдали сфальсифицированные документы о том, что мне педозра уже вручена. На самом деле мне ее вручили только вчера вечером. Относительно моего задержания, я считаю, что это незаконные действия. Я вижу здесь три составляющие. Первая – это политическая, это давление на бенефицара нашей компании, Новинского Вадима Владиславовича. Вторая составляющая – это экономическая. Я считаю, что такими методами пытаются заставить акционеров нашей компании перераспределить акции в пользу третьих сил. И третья составляющая – это то, что я являюсь активным общественным деятелем. Компания, которая руководит, одна из самых чистых и прозрачных компаний на рынке энергетики Украины. Идется про 32 млн грн. про то, что Мохов самостоятельно протягом 10 дней винис с родовища газа и конденсата на 32 млн грн. Мы с вами понимаем, что такой суммы, такой объект газа и конденсата, то у него должна быть в собственной транспортной системой. В Днепре почти 4 десятка семей борются за свои квартиры. Люди вложили по полмиллиона в строительство дома по госпрограмме «Доступное жилье». Согласно ей, государство из бюджета оплачивает треть стоимости. Остальную сумму люди выплачивают в рассрочку. Казалось бы, хорошее условие, но из-за недобросовестности. Из-за недобросовестности чиновников молодые семьи вынуждены скитаться по чужим углам. Ситуацию разбиралась Елена Миндалюк. В эту пятиэтажку в поселке Опытный молодые семьи должны были вселиться еще в 2015 году. Они стали участниками госпрограммы «Доступное жилье». Говорят, дом по документам введен в эксплуатацию. На самом же деле в квартирах нет ни газа, ни воды, ни света. Мы прокредитовались в молодежном фонде еще в 2012 году. Еще у нас только был новорожденный младший сын. И мы уже идти в школу в следующем году. Мы платим исправно кредит на протяжении всех этих лет. И вот в этих стенах мы должны уже жить были. Был определенный какой-то договорняк, я не знаю, его не могу обвинять, но был какой-то определенный договорняк с газом или с кем. В вводе дома в эксплуатацию, по сути, незаконно, подтвержденная эта декларация. В декларации о вводе дома в эксплуатацию четко прописано. Подведены все коммуникации – вода, газ, свет, отопление, мусоропровод и даже запущен лифт. Хотя он в этом доме не предусмотрен. Каждый лист заверен тогдашним директором Днепропетровского регионального управления Госфонда «Содействие молодежного жилищного строительства Анатолием Шендриком». Сейчас чиновник – заместитель правления и от своей подписи отказывается, мол, ее подделали. Ну, не ко мне вопрос, потому что я тогда не подписывал эту декларацию. Это к моему заму тогда, к Раевскому. Вот ваша подпись здесь. Это фоксимилия стоит. Но вот сам Николай Раевский уверяет, к этим документам никакого отношения не имеет. Из фонда уже уволился и сразу пошел в суд. Хотел привлечь к ответственности бывшее руководство. И, к слову, он тоже владелец квартиры в этом доме. На сегодняшний момент 39 квартир, которые прошли по программам фонда, в доме 45. Из них 6 квартир было незаконно продано в частные руки людям, которые не имели на это права. Но, опять же, вернусь, наша милиция не нашла состава преступления в данных деяниях как фонда, так и застройщика. Квартиры в этой пятиэтажке обошлись каждой семье в полмиллиона гривен. Многие из владельцев до сих пор выплачивают рассрочку за свои квадратные метры. Но, как они уверяют, теперь от них фонд снова требует деньги за подведение коммуникации. СМЕТу написал в РУВД-канал порядка 7 миллионов, чтобы подвезти к дому воду. То сейчас газ и свет, я думаю, порядка, может, даже миллион может стоить. А вот вода – это большая проблема. И они ее перекладывают на нас. В самом фонде такие проволочки объясняют просто. Коммуникации не подведены из-за бесконечных судов. Самый быстрый вопрос, который на стадии разрешения – это вопрос подключения света. Решение вопроса по газу – это в плоскости недельного временного промежутка. А вот с отоплением и водой сложнее тут сроков не называют. Люди очередным обещаниям фонда не верят, собирая документы для подачи исков в суд. Будут обжаловать введение дома в эксплуатацию. Елена Мандрюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер. Днепр. Нардеп от БПП Александр Грановский опроверг информацию СМИ об угоне своей машины. Об этом он сообщил в комментарии «Украинской правде». Однако на запросы здания в Печерском райуправлении полиции Киева подтвердили, что авто Нардепа все-таки было украдено. Потом нашу машину нашли и вернули владельцу. Тем временем на одном из интернет-ресурсов появилось видео похищения бронированного Мерседеса, якобы принадлежавшего Нардепу Грановскому. Машину украли средь бела дня прямо с парламентской парковки. По данным СМИ, когда водитель вышел из салона, злоумышленник впрыгнул в авто и тронулся с места. При этом протянул водителя на капоте несколько метров. Люксовый броневик нашли брошенным в 10 километрах от места преступления. В новом составе немецких парламентариев первые дрязги. Одни депутаты требуют поменять схему рассадки в зале, другим больше не нравится партия, от которой они были избраны. А ведь еще даже первого заседания не было. Политическую карту Бундестага изучала Татьяна Лагунова. Второй пошел следом за сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» Фрауке Петри. Из фракции вышел еще один депутат. Ряды правых популистов покинул один из основателей политической силы Марио Мирух. Причина та же. Политик считает, что партия взяла слишком правый крен. Две недели назад, сразу после выборов, фракция правых популистов насчитывала 94 депутата. Теперь осталось 92. Журналисты и политологи уже шутят, если так пойдет и дальше. То к первому заседанию Бундестага нового созыва. Ряды альтернативы для Германии могут значительно поредеть. Потеря депутатов не единственная проблема правых популистов. До выборов все остальные партии заявляли, что не будут с ними сотрудничать. А после оказалось, что еще и рядом сидеть не хотят. Согласно регламенту, депутатов альтернативы для Германии решили разместить справа от трибуны, рядом со свободными демократами. Но либералы взбунтовались и потребовали немедленно их пересадить. Куда-нибудь в другое место. А лучше всего по центру зала. Свободные демократы должны сидеть в центре зала. Это отображает наши политические позиции и соответствует практике, принятой в других парламентах. Окончательную рассадку фракций планируют утвердить на следующей неделе. Так что у свободных демократов есть время, чтобы уговорить другие партии поменяться в Бундестаге местами. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В Испании проходят многотысячные митинги в защиту единства страны. В Мадриде люди призвали политиков поскорее договориться о будущем Каталонии. Акция прошла на площади Сибели с под девизом «Меньше ненависти, больше понимания». В Барселоне прошел белый митинг. Люди надели белые футболки без надписей и рисунков. По просьбе организаторов митингующие не принесли с собой ни испанских, ни каталонских флагов. Они выступали за мирное разрешение конфликта и призвали все стороны проявить терпение. Новый образовательный проект «Гимназия А» презентовали сегодня в столичном Хаят. Мероприятие прошло в рамках международной выставки «Креатив Эдюкейшн Дэй». Гостям здесь представили здание нового образовательного учреждения. Высокотехнологический учебный центр будет находиться на левом берегу столицы. Строительством занимается одна из крупнейших компаний «Кан Девелопмент». Открыть центр планирует 1 сентября следующего года учиться. В новой гимназии смогут около 600 детей. В школах Ивана Франковска орудуют религиозные организации. Такое громкое заявление сделали местные активисты. Под влияние проповедников якобы уже попали с десяток школ в городе и области. Действительно ли это так и куда в таком случае смотрят педагоги и местные власти, узнавали наши корреспонденты. Шокирующую информацию о том, что в школах Ивана Франковска активно работают религиозные организации, обнародовал местный журналист Павел Теличко. По словам активиста, сразу несколько таких структур вот уже пару месяцев проводят в школах свои уроки. Группа людей, которые называют себя религиозными действиями, или как-то так, неведомо, проникла в школу и проводила там уроки. На каких подставах в последний раз объяснить не удалось. Они действуют, в основном, на уроках, под час классных часов. И дети не имеют альтернативы для проходения, чтобы не пойти на это. По словам журналиста, среди таких организаций, как Мария и миссионерская команда «Бог живой». В своей деятельности сгадана спільнота использует техники НЛП, трансовые станы, навеивание. В результате, как уже известно, это в городе, дети втрачают контакты с родителями, переходят исключительно под влияние от этой так называемой спільноты. Проводят ли такие уроки в школах и что на них преподают, мы решили поинтересоваться непосредственно у представителей сообщества «Как Мария». Но контактный номер телефона оказался недействительным. Всего же, по словам Павла Теличко, представители религиозных организаций проводят семинары в семи городских школах. 21-я – одна из них. Но ее директор все опровергает. Ни никакой немецкой организации, которую вы перечислили в нашей школе, уроки не проводили. Проводятся уроки христианской этики, согласно учебному плану, это и факультативные занятия, куда дети ходят, также за заявами и сгодами родителей. Правда, в школе признают, действительно сотрудничают с одной из греко-католических церквей. Но ее священники только готовят детей к первому причастию. И то исключительно согласие родителей. Все родители, которые были на родственных сборах, были согласны с тем, чтобы детей священник готовил к первой исповеди и причастии. В департаменте образования никакого вмешательства со стороны религиозных структур в учебный процесс также не зафиксировали. Ничего не слышали об этой истории и в Министерстве образования. Я не могу сказать, про кого вы говорите, про какую религию организацию я хочу лишь запропоновать вам. Если вы имеете такие факты, их нужно подать в службу безопасности Украины и в прокуратуру. Журналист Павел Теличко по совету министра уже готовит заявление в правоохранительные органы. Лина Зеленская, Жанна Дучак, Зиновий Автоназ, телеканал Интер, Ивана Франковск. В Лондоне автомобиль наехал на пешеходов. Уже известно, что пострадали 11 человек. 9 из них пришлось госпитализировать. На месте происшествия работает полиция. Все подробности у Светланы Чернецкой. Ну, пока Скотланд-Ярд не называет случившийся терактом, но, конечно же, эту версию не исключает. На месте инцидента задержали одного человека. На видео видно, как несколько людей удерживают мужчину на земле. Правда, полиции подчеркивают, пока нет оснований его арестовывать, пока только допрашивают о случившемся. Инцидент произошел возле музея естественной истории. Здание тут же эвакуировали. Но соседние помещения, в том числе знаменитый музей Виктории Альберта, многочисленные рестораны, кафе и магазины в этом всегда многолюдном туристическом районе продолжают работать. Я предлагаю послушать мнение очевидца. Я услышала сначала пару громких хлопков, но подумала, что ничего страшного. Но когда люди начали кричать, собралось много людей, началась суматоха. Я поняла, что что-то произошло. И сразу тут же началась эвакуация людей. Я подумала, что, наверное, бомбу где-то заложили. И уже через минуту закружили полицейские вертолеты. Очень быстро приехало множество офицеров. Это было невероятно. Уровень террористической угрозы в Британии оценивается как серьезный. Это значит, что вероятность атак очень высока. Ну и тем более в этом году уже дважды в Лондоне случались намеренные наезды автомобилей на пешеходов. Первый раз в марте на Вестминстерском мосту. Возле здания парламента в самом центре погибло 5 человек, включая нападавшего. И тогда ранено было около 40. А в июле террористы совершили наезд на пешеходов на Лондонском мосту. Сначала фургон выехал на тротуар, а потом трое мужчин начали атаковать людей с ножами. Тогда погибло 8 человек. Десятки получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. Так что понятно, что как только случился сегодняшний наезд, то в первую очередь подумали, что это теракт. Но полиция не спешит с выводами, пока мотив произошедшего только устанавливается. Французский парламент абсолютным большинством поддержал антитеррористический закон. Теперь закрывать мечети станет проще, а полиция сможет арестовывать подозреваемых и без санкции суда. Как это будет работать на практике, выясняла Елена Абрамович. Необходимость изменить законодательство назревало давно. Только с начала года в стране зафиксировали более 10 инцидентов, связанных с радикальным исламизмом. Последний на выходных в Марселе. Несколько дней назад у нас уже был режим чрезвычайной ситуации, но это не помогло. А значит, что мы всегда должны проявлять бдительность. Нашим разведслужбам необходимо в каждом конкретном случае быть намного впереди. Согласно новому закону, руководители МВД и департаментов смогут задерживать подозреваемых без решения суда. А также организовать масштабный полицейский контроль на вокзалах и в аэропортах. К тому же власти смогут закрывать религиозные учреждения, если они распространяют идеи и теории, которые способствуют терроризму. Уровень угрозы в нашей стране высок, и она меняет форму. То это структурированная организация с мощными средствами уничтожения, то иногда просто частное лицо. Французский антитеррористический закон еще должен поддержать Сенат. Тем временем в Бельгии уже принимают меры в отношении отдельных лиц. Отозвали вид на жительство у имама, который проповедуют в крупнейшей мечети страны. На это религиозное учреждение неоднократно жаловались из-за пропаганды радикальных форм исламизма. У наших разведслужб есть достаточной информации, чтобы отозвать разрешение на пребывание в стране этого человека. Когда существует угроза, мы не можем продлить визу. Бельгийские правоохранители за последние пару лет раскрыли множество террористических ячеек в стране. Радикальные исламисты из Бельгии были организаторами не только взрыва в Брюссельском аэропорту и метро полгода назад, но и парижских терактов в ноябре 2015-го. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Разрушительный ураган Нейт движется в сторону Соединенных Штатов. Власти штатов Луизиана и Миссисипи объявили режим чрезвычайного положения. По прогнозам синоптиков, стихия достигнет побережья США уже сегодня ночью. Максимальная скорость порыва ветра почти 130 км в час. В Луизиане проводят срочную эвакуацию жителей прибрежных районов, а в Миссисипи открыли 11 центров по эвакуации. Жертвами этого урагана в Центральной Америке стали уже 28 человек. В Коста-Рике, Никарагуа и Гондурасе шторм спровоцировал ливни, наводнения и оползни. Около полмиллиона человек остались без питьевой воды. Тысячи людей ночуют в приютах, отменены сотни авиарейсов, приостановлено движение поездов. Самая большая угроза для нас не столько дождь, сколько ветер и штормовые волны. В связи с этим я отдаю распоряжение об обязательной эвакуации людей, проживающих в районах Венецианских островов, озера Катрин и Ирландской долины. Какую пропажу вернули британки спустя 30 лет? Могут ли кулинарные пристрастия передаваться по наследству? И из чего польские ученые научились делать топливо? Об этом в нашем международном обзоре. Во время ремонта в одном из манчестерских клубов рабочие нашли бумажник, который пролежал за батареей 30 лет. В портмоне была айди-картка Элизабет Сары Дейл, пропуск в библиотеку, чековая книжка и 12 пенсов. Владелицу пропажи разыскали. Сейчас Элизабет 51 год, она работает адвокатом и живет на юге Лондона. Ту ночь, когда потеряла кошелек, забыла. Но твердо помнит, что в клубе Оу Туриц всегда были классные танцы и дешевое пиво. Султан Бруней отмечает золотой юбилей своего пребывания на троне. Празднование 50-летия у власти Хасанала Балкиаха, одного из самых богатых людей мира, продолжается уже несколько дней. На пышный банкет в самом большом жилом дворце мира были приглашены мировые лидеры и представители дружественных Брунею государств. 71-летний султан занимает второе место после королевы Великобритании по продолжительности пребывания на престоле среди ныне сживущих монархов. Американские ученые из университета штата Иллинойс выяснили, что отказ ребенка от какой-то конкретной еды может иметь наследственный характер. В ДНК человека обнаружили два участка, которые влияют на повышенную чувствительность к некоторым вкусам. Один из них подсказывает, какая еда понравится, другой напротив, что именно не принесет удовольствия. Были исследованы пищевые предпочтения более 150 детей. Казалось, что именно благодаря генам сильнее чувствовался горький привкус в некоторых продуктах. И такое угощение для ребенка было менее привлекательным. Испанская полиция задержала судно с почти четырьмя тоннами кокаина. Спецслужбы тормознули корабль на траверсе в 900 километрах от Канарских островов. Три тонны 800 килограммов высококачественного наркотика были спрятаны в хитроумном тайнике под Камбузом. Обнаружили кокаин с помощью специально натренированных собак. Задержаны все семь членов экипажа. Новый экономный и эффективный способ перерабатывать пластик в бензин изобрели польские ученые. Они выяснили, что если не пережечь пластик, то полученное сырье будет намного качественнее и экологичней. Результат труда ученых протестировали в Варшавском институте автомобильной промышленности. Пластиковое топливо соответствует всем требованиям Всемирной топливной хартии. Его изготовление планируют поставить на конвейер уже со следующего года. Сало, вареники и душистая выпечка. Жители Балты Одесской области решили удивить всех новым рекордом. Они накрыли самый длинный в стране стол с традиционными украинскими блюдами. Насколько метров удалось организовать банкет, расскажут наши корреспонденты. Балта отмечает день рождения 491 год. Отпраздновать решили оригинально. Трудовые коллективы, жители города и окрестных сел сносят блюда собственного приготовления, чтобы накрыть самый длинный в Украине стол с местными яствами. Здесь и холодец, и фаршированные овощи, и брынза, и кровянка с голубцами. При этом участники стараются и сами выглядеть ярко, и угощения оформляют изобретательно. За пять столетий своей истории Балта успела побывать столицей Молдавской республики. А еще здесь проходила граница Османской империи и Речи Посполитой. Все это отразилось на культуре местных жителей, их кулинарных пристрастиях. Кроме того, почти у каждого хозяина самогон. И каждый уверяет, эксклюзивный. Предыдущий подобный рекорд установили жители Радехова, Говской области. Они накрыли стол длиной 112 метров. И вот эксперт замеряет балтский вариант банкета и объявляет результат. Рекорд установлено 140 метров, 80 сантиметров. Это новый рекорд Украины. Привет, Балту! Кулинарный вызов в Балтии теперь может бросить другой украинский город. Дуже смачно, десно свято, души и тело. Евгения Коваленко, Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер, Одесская область. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова